Лариса Анатольевна, вы уже посмотрели фильм о храме Святой Екатерины в Санкт-Петербурге из нового проекта КАНЭ «История католических храмов России». Поделитесь, пожалуйста, своим мнением о фильме и о проекте в целом. Фильм, безусловно, мне понравился. То, что он дает достаточно хорошую ретроспективную оценку не только строительства храма, но и жизни общины в целом. Проект, естественно, я поддерживаю, и его следует продолжать в таком же темпе, в таком же формате и, собственно говоря, в той же самой текстовой иллюстративной части. Вы изучали историю архитектуры католических храмов Сибири и Дальнего Востока. Расскажите, чем была вызвана необходимость их строительства на данной территории? Где и когда были построены первые из них? Первые переселенцы, точнее, правильнее сказать, цельные, в Сибири появились после второго раздела речи по Стополитой в 1793 году. Это участники барской конференции, также военнопленные наполеоновской армии. Приходы стали образовываться. Первый у нас приход образовался в Томске в 1806 году и второй в 1825 году в Иркутске. Что Вы можете сказать об особенностях архитектуры первых католических храмов в Сибири и на Дальнем Востоке? Если говорить по градостроительному значению объектов первых церквей, то можно сказать следующее, что они присутствовали в застройке центральных площадей и улиц, но не доминировали ввиду малых размеров и невыраженной церковной семантики. Позволялось только обозначить фронтун крестом, внести элемент по фронтуну с видящим оком и, пожалуй, все. Почему именно первые храмы, как мы видим из изображений, строятся в стиле классицизм? Дело в том, что стиль классицизм был государственно регулируемый стиль. В 1811-1812 году были изданы порядка 40 альбомов опробированных фасадов и планов. Эти опробированные проекты применялись, по сути, на местах, то есть при строительных комитетах в губернских городах, Иркутск, Томск и так далее. Какое влияние оказали традиции западноевропейской архитектуры на строительство католических храмов России? Как мы видим на примере церквей посещения Девы Марии в Санкт-Петербурге, Святой Анны в Екатеринбурге и так далее, столичных примеров сводятся к переносу элементов готических и романских, таким образом формируется неготический стиль. Какие храмы можно назвать наиболее значимыми с исторической и архитектурной точки зрения? Святой Труицы в Тобольске, Святого Казимира в Новониколаевске, филиальная церковь Сердца Девы Марии в Барнаугуле, Перебражение Господня в Красноярске и Рождество Богородицы во Владивостоке. Они действительно являлись значимыми объектами не только в плане размеров, высоты, башен, звуна и так далее, но крупномасштабностью, качеством выполнения деталей, форм, элементов, которые применялись в отделке, в конструкциях, которые были уже значительно сложнее и отличались от тех, которые я упоминала ранее. Все эти церкви на сегодняшний день целы? Да, за некоторым исключением. Если мы обратимся сейчас к листу по Новониколаевской церкви Святого Казимира, она была утрачена ввиду пробивки вокзальной магистрали. Находилась она на пересечении Обскова проспекта Иркутской улицы. Если сейчас размещать пятно застройки на современную топосемку, то храм у нас разместится на стеллабате Цума. Каким образом история страны сказалась на судьбе приходов и самих храмов? Приходы в советское время закрывались, сами прихожане, как и священнослужители, уничтожались физически. То же самое и происходило с церковными зданиями. Многие храмы использовались не по назначению. В лучшем случае размещался архив органа, в худшем — это складские помещения, где хранилась соль и так далее. Или какие-то вредные вещества, которые динамично, постепенно разрушали храм как таковой. В 90-е годы у нас наблюдается восстановление храмов прошлого века, 90-го века. У нас восстанавливается храм в Тобольске, то есть восстанавливается башня Звона. Восстанавливаются башни Звона во Владивостоке. Вот первоначальный вид. Такие храмы, как филиальная церковь Девы Марии в Барнауле, было утрачено на данный момент. Здесь находится здание аптеки. Церковь святых апостолов Петра и Павла в Каинске, нынешнем Куйбышеве, также не сохранилась частично. В данном случае здесь находится здание фабрики. Какие архитектурные тенденции наблюдаются сегодня при строительстве католических храмов в России и в мире? Реконструкция старых храмов и строительство новых храмов у нас обозначилась с 90-ми годами, 2000-ми годами XX века. Естественным образом прихожане стремятся в новых образах храма видеть аналоги ранее известной их церквей. То есть элементы готического, неоготического направления присутствуют, но в немного упрощенном виде. У нас построенный кафедральный собор в Новосибирске, это принцип построения зального храма. Построен храм в Иркутске, кафедральный собор по проекту польских архитекторов. Несмотря на то, что достаточно сложный планометрический рисунок имеет, в общем и целом построение идет по тому же принципу – зальный храм. Единственным исключением, то, что уже близко и понятно, для западных архитекторов – это организация пространства в церкви в Челябинске. Здесь имеет центричный характер. То есть по центру у нас размещается алтарь и церковные места по секторам. Основное направление в современном строительстве, точнее, если мы берем большой этап, это XX век и по сегодняшний день, было отражено в рисунках Рудольфа Шварца. Это организация церкви в виде открытого кольца и веккирхи, так называемой, церковь-путь. По внешнему виду это определится, что типологически выражен церковный объект с большой натяжкой, можно сказать. Если мы рассматриваем наши российские традиционные, то есть есть башнозвоны, есть крест, есть выраженный входной портал, освещенные боковые пределы и так далее, этого уже нет. Насколько значим вклад католицизма в общее историко-культурное наследие России? На мой взгляд, достаточно огромный вклад католицизм как носитель западнохристианской культуры с характерными семантическими формами задал определенный тон в застройке не только столичных городов в европейской части России, но и, как мы видели уже, задал тон городов сибирских. Естественным образом он отразился не только в культовом зодчестве, он отразился и в постройках зданий общественных, жилых и так далее. Лариса Анатольевна, спасибо вам за содержательные ответы, всего вам доброго.